Здесь не место слово «инвалид». Все ребята на ковре с диагнозом детский церебральный паралич. И их относят к категории детей с особыми педагогическими потребностями. Особый подход мальчишки и девчонки получают от создателей участников проекта «Победа». Идея создать Центр физической реабилитации зрела 7 лет. С профессиональным ростом главного тренера и реабилитолога Алексея Салихова проект «Перерос любительский уровень». Эксперты уже называют Центр реабилитации феноменом, который сейчас нуждается в том, чтобы о нем узнали. «Запрос на реабилитацию огромный. Как и в Ульяновске, так и в соседних регионах. То есть реабилитации, которая дает настоящий результат, я не видел. Где бы я ни был, этого нет. Соответственно, есть вещи, которые повышают у ребят настроение, социализируют. Но так, чтобы были качественные изменения именно в части физических, такого не наблюдалось». Подход к каждому ребенку индивидуальный. Все зависит от формы и степени заболевания. Детей привозят родители и большая часть из них остается в зале. Сторонки не стоят, а участвуют в процессе вместе. Сама методика реабилитации построена на базовых научно доказанных закономерностях, подкрепленная практическим опытом тренера. «Курс в нашем центре, где родители обучаются, смотрят на практике, какие действительно им подходят средства. И когда курс здесь заканчивается, они выполняют то же самое дома практически. То есть закрепляют так, чтобы не было отката, чтобы ребенок не растерял приобретенные навыки». Таким образом создается длительный цикл реабилитации от шести месяцев до года. По словам Салихова, главное создать все условия для того, чтобы ребенок понял, что он занимается не просто в центре реабилитации, а в настоящей спортивной секции. Сам Алексей в прошлом борец, воспитавший не одного призера чемпионатов. «Я люблю приседания, вот эти, столба, например, или просто приседания обычные». «А почему тебе они так нравятся?» «Не знаю, мне кажется, у меня от них ноги укрепляются». «А ты вот чувствуешь какой-то сама результат?» «Я вот чувствую то, что у меня улучшение есть». Улучшение чувствуют и сестры Мартышева. У старшей Алены выправилась походка, девочка научилась дольше ходить самостоятельно. А младшая Маша встала на ноги и начала делать первые шаги. «Ну, вы когда увидели, что первые шаги, каково это было?» «Ну, для меня тоже это было шоком, конечно. Еще больше это ей, наверное, понравилось, что она все-таки может стоять, может ходить. Об этом проекте мы узнали не так давно и очень довольны, что мы о нем узнали чисто случайно, как вот из рук в руки, из уст в уста». Победа заручилась поддержкой губернатора. Оценили проект также знаменитый спортсмен Александр Карелин и сенатор Сергей Рябухин. Местная федерация спортивной борьбы выступила партнером и предоставила помещение для занятий. В скором времени центр будет представлен в четырех залах каждого района города. А сейчас реабилитацией занимаются в фитнес-центре на улице Шигаева, 22. В большинстве своем занятия проходит на борцовском ковре. Он дает много возможностей для реабилитации. В ход также идут мечи, всевозможные опоры и даже плед. «Мы здесь воздействуем на позвоночник, то есть как раз то, что у них отстает в развитии, на позвоночные мышцы. И можно использовать, когда ребенок еще не обучаем. То есть это год, полтора, два. То есть не тянуть со временем. Просто перевороты. Травму здесь получить невозможно. Но, как правило, им нравится». Проект «Победа» включает не только центр физической реабилитации детей с ДЦП, но и реабилитации после травм и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. А также фитнес и универсальную секцию олимпийских единоборств, где обучают греко-римской борьбе. В дальнейшем Алексей собирается воспитывать преемников, а под проект выделят тренерские ставки. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.